Друзья мои, какое счастье! Мы видим сейчас в президиуме ведущих специалистов по Японии и по Китаю в нашей стране. Вот что значит школа здравосмысла. Подписывайтесь на наш канал. Территория здравосмысла. Завтра начнем. Теперь экономический момент. Когда речь идет сейчас о российско-японских отношениях, речь идет о золоте. Ну, я знаю ваше ответственность. Ну, вот не хотите, не верите. Когда речь идет о Северной Корее... А как о золоте? Золоте и массе. Во-первых, золото два. Одно царское золото. Тогда я вам должен сказать главную тайну современности. Смотрите канал школы здравосмысла. Сейчас будет главная тайна. И подписывайтесь на канал, друзья мои. Каждый день новые тайны. Начали мы с Куликовской битвы. Сейчас мы туда и вернемся. Значит, библиотека Ивана Грозного исчезла. Засадного полтора. И об этом наука все время твердит и хочет ее найти. А куда исчезло золото Золотой Орды, об этом вообще никто не говорит. И даже вопрос такой не ставит. А это самый главный вопрос. Потому что настоящий день – это золото. А все остальное – кредит. Кредит – это иностранное слово, которое значит «он верит». Золото Золотой Орды, оно уходило и в золото Коминтер. Оно уходило и в Японию. Оно уходило и в золото Третьего Рейха. И это золото много делало для Советского Союза. Теперь… Я о другом золоте. Золото царское, вот это, которое переводили… Золото царское тоже. Не известно, где оно. Есть такая книга покойного нашего товарища, Латышева Игоря. «Куда пропало царское золото». В интернете можно легко найти. Оно в Японию было перевезено, и сейчас он называется «Якогамский банк», а тогда «Спейсия Гохама Гинько». За одну сутку его активы увеличились там несколько раз. Но это золото, которое… Колчака. Ну почему Колчака? Ну, который вез. Везли чей. И поэтому, когда там устал с японцами что-то там… Ну, ему-то просто приятно было этого… Лужкову ездить в Японию, там его поднимали, он им там… Ну, как все наши… На ушко дул, я вам все помогу. Вот. А когда они ему сказали, что… Ну, так вот, обещал, помогай с островами. Вот, он воспользовался нашим каким-то, значит, разъяснением и говорит, «Да, хорошо, но вы сначала золото отдайте, а тогда я вам буду помогать отдавать наши островы». Ну, это… Золото Ямасте – это совсем другое. Золото Ямасте – это золото и драгоценности, которые наворованы в Юго-Восточной Азии, Китае и так далее и тому подобное. Одна из легенд, что оно спрятано в Шхерах на Филиппинах. Авантюристы до сих пор там ищут, не могут найти. А самое интересное… Я вам тоже сейчас расскажу… Еще одна тайна, давайте. Отпишу. Никого на камеру это не говори. Мы сидели с одним японцем с Хоккайто. Выпивали. И что цвет таят? А японцы выпить не дурали. Он же, как и китайцы. И он мне говорит… Я своим ушам сначала не поверил. Он говорит, вот ты хороший парень. Он… Засаживает меня. Я тогда был там корреспондентом. У нас три года, чтобы был. Самый младший был, да, в связи с корреспондентом. Я тебе скажу… Я скоро умру уже, но я должен, значит, кому-то об этом сказать. Знаешь, почему они требуют четыре острова идти? Нет, не знаю. Там спрятано золото, вся казна Японии. И плюс золото, я мастер. Я манят в четырех островах. Ну вот, наконец-то, и все мы и выяснили, друзья. Так что ваш тезис о том, что все упирается в деньги и в золото, совершенно правильно. Ага. Ну, так или иначе… Да. Так или иначе… И вот я думал, думал, думал… Ну, в стратегическом плане, конечно, этот матовый остров, он, в общем-то, конечно, важен, но не настолько, чтобы в бухе вот туда столько денег, сколько сейчас мы собираемся. Они лезут внутрь, хотят что-то найти наш… Не золото. Ну… Ну… Как вы подумали… И считал… Ну, ладно. Значит, речь идет о золоте. Почему речь идет о золоте? Потому что в следующем году биткоин китайцы запускают государственную криптовалюту, под названием «Феникс», привязанную к золоту. Это и обрушит, и развалит весь этот, так сказать, нынешний мир и нынешнюю валютную систему. Поэтому ситуация такая, а придет ли и вернется ли золото в Россию для того, чтобы… Для того, чтобы и мы могли на что-то опереть на настоящее, значит, наш крипторубль, о котором недавно заявили, значит, так это… Почему? Потому что… Потому что… Потому что… Вот эти нули, нефтедолларовые, они и будут списываться, значит, они и будут, так сказать, под нож пойдут, а, значит, у кого будет что подложить под то, что не спишется, должно быть твердое основание, те и будут выигрыши в том новом валютном мире на выходе из кризиса. Поэтому, значит, речь идет о возвращении золота партии, речь идет в Россию, речь идет о том, что нацистское золото должно вернуться в Россию, речь идет о том, что золото и масло должно вернуться в Россию. И на этом золоте и наша дорогая страна и будет делать реиндустриализацию. Нет, я тут все понимаю, там нацистское, а в честь чего золото и масло должно… Об этом, видимо, Путин и разговаривает с ады за кулисами. Я не знаю, я не знаю, а о чем они разговаривают, о чем они могут разговаривать, о чем-то важном. Нет, вот что я знаю, о чем они говорят, они говорят, дескать, вот я вам докладывал, что их цель внедриться и на протяжении определенного периода жить и облажать местное население, доставлять их привыкать и так далее и тому подобное. Но Абе говорит Путин, я не могу туда пустить свои компании, потому что это подрывает, мне МИД и все подлинные хозяева Японии не позволят, потому что если на тех условиях, как вы говорите, при соблюдении законодательства на этих островах России, мы не можем. Я вообще не говорю о том, чтобы японцев туда пускать. Туда надо пустить Китайцы, мы уже давно об этом говорили. Это я вам об этом рассказываю. Это Абе говорит. Я тоже против этого, потому что это самая сильная авантюра. Так выходит после этого тет-а-тет Ушаков, журналист, в декабре, и говорит, договорились, что договорились, потому что все перепугались, думали там. С островами. Японцы соглашаются участвовать в совместной хозяйственной деятельности. И тут же, без вопросов, но строго на условиях законодательства нашей страны. То есть это, по сути дела, признание суверенитета России на этой территории. Путин уезжает. И выступает уже Абе перед японскими журналистами. Они его тоже взяли, значит, в оборот. И он говорит, что нет, мне обещали специальную юридическую систему на этих островах, которая будет учитывать наши претензии на эти территории. То есть экстерриториальность. Китайцы очень против. Спрашиваем наш МИД. Молчок. Проходит почти год. И только я почти в конце своей статьи напоминал. 2 сентября этого года Игорь Маргулов, заместитель министра иностранных дел, в интервью корреспонденту в Москве «Токио Симбун», японская газета. Причем по моим ощущениям, что это не «Токио Симбун» захотел интервью, а выбрали «Токио Симбун». И там четко было заявлено Марголом, что да, мы согласны на совместное хозяйство, но исключительно на условии соблюдения законодательства нашего государства. Игорь Маргулов, это наша территория. Очень порадовало меня этим. Но тот опять, что-то там Лавров или Маргулов скажет хорошее. Потом Владимир Владимирович выступает. И начинается вот такое какое-то там волнение воды, что если А и Б не говорите, какие-то намеки. Какие-то вот для японцев каждый намек, каждый вот какой-то там шришок очень важен. Причем они уже, как мне тоже рассказывали, они уже не слушают, что говорит Лавров и Маргулов, считают, что это для внутреннего пользы. Они поставили полностью в этом вопросе на Путин. А он начальник, конечно. Они не разобрались эти чиновники. Итак, Япония – это вопрос золота. А Корея – это вопрос наркотиков. Значит, две ценности натуральные, которые составляют ликвидность настоящих денег. Золото и наркотики. Наркотики, первые сделки по наркотикам – это безобразие полное. Резервная ликвидность банковской системы. Наркотики. Первая сделка идет всегда вес на вес. Никаких нулей нету. А кто печатает нули под вес наркотиков, печатают доллары, такие же, как ФРС, в Северной Корее. Поэтому никто на Северную Корею нападать не будет. Более того, полная глупость с этими ракетами, которые куда-то летят. Это все прошлый век. Это все прошлый век. Никакие эти ракеты больше никому не нужны. Только наш генеральный штат продолжает планировать ядерный удар. А удары-то идут в киберпространстве. Киберпространством заваливают систему управления. Киберпространством, кибератаками заваливают, понимаешь, систему жизнеобеспечения. И газопроводы. И газопроводы. И газопроводы. И ракету нашу эту самую, которую с Восточного, понимаешь ли, запустили не туда. Так вот, результат от кибервойны, он уже сопоставим с ядерным оружием. Ядерное оружие – это защита. Если что, то мы сами взорвем. Всем будет плохо. Поэтому, если речь идет о военной стороне, то корейцы ствольной артиллерии расстреляют в Сеул. Ствольной артиллерии. 15 тысяч. Ствольной артиллерии. Поэтому, значит, Япония, да они Японию завалят чем угодно. Значит, только начните. Японию заваливать не надо. Меня японцы со страхом много раз говорили, что там вот эта диастра, я вам говорил, 600 тысяч. А, так они с ножичками еще и там. С ножичками? Не мешают. С какими ножичками? Там 16 станций. Ну да, да. Атомные. Подложил под одну, там будет. Ну, так или иначе, так или иначе, Япония, значит, Корея. Корея показала, что ее вообще сковырнуть невозможно. Это было в Корейскую войну. Там же горы. В горах все накопано. Там, значит, все спрятано. Дивизии там можно размещать. Это невозможно. С вооружением. Это невозможно. Сколько ни бомбить. Это не Сирию бомбить, понимаешь ли, бомбы к прямому падению. Там бесполезно в телевизор показывать, летит Ту-22 и сыпет бомбы. Бесполезно. Поэтому, значит, никакой войны там не будет. Будет нагнетание напряженности. Будет под это нагнетание напряженности развертывание там, значит, чего-сего. Чего развертывание? Развертывание против ракетной обороны. Против кого? Против китайцев. Конфликт возможен. Ну, безусловно. И сознательно для того, чтобы напугать уже до конца американцев. И всех остальных. Более того, ведь никто не знает, чем провокация закончится. И эта провокация действительно может потянуть за собой то, чего никто не хотел. Поэтому, если сейчас говорить, в каком обстановке мы находимся, то мы находимся с вами здесь вот в обстановке военной суровости или предвоенной суровости. Поэтому я бы не стал, значит, сильно пугаться, значит, войны в Корее. Но не стал бы и смотреть на это дело, значит, как плевать. Думать надо. Вот. Поэтому перспектива какая? Светлая. Перспектива какая? Перспектива какая? Перспектива какая? Значит, это все же российско-китайские отношения. Потому что появление новой струи, новой политики в российско-китайских отношениях сможет выправить тот крен, который сейчас есть. Потому что китайско-американские отношения куда как лучше, чем российско-китайские. Куда как лучше. Ну, вам по-старому кажется, я вам скажу, у нас очень, у нас как... В экономических связях, да, но китайцы все на экономику тоже списывать не могут. Я не хочу, я не хочу, я не хочу сказать, я не хочу сказать, что между Китаем и США нет, значит, противоречий и все там очень гладко. Но то, что Китай идет на смену североамериканским Соединенным Штатам в качестве глобального лига, то, что это этот фронт, это Тихоокеанская зона, это политическая и военная, значит, составляющая. И ее никуда не убрать. Хотя экономика, если говорить, товар... У нас в телевизоре наши замечательные правители любят всегда отношения мерить к товарооборотам. Товарооборот... И инвестициями. Ну, и инвестициями еще. Товарооборот между Китаем и США 600 миллиардов долларов в год. А товарооборот между Россией и Китаем 60. Упало еще. Значит, ну, на порядок. Там оно будет как угодно, значит, там, выше-ниже. Но военный бюджет тоже в 15 раз в Америке больше. Но они там туалетные бумаги больше используют, поэтому им больше расходов. Так вот, значит, если все же, а я не устаю об этом говорить, если все же между Россией и Китаем будет достигнуто отношение взаимного стратегического тыла, чего нет, тогда у нас выправятся все кремы. Потому что тогда де-факто получится так, что Китай возьмет на себя все нагрузки по киркянской зоне. Именно за это я выступаю везде и всегда. Ну вот. Китай на сегодняшний день нужен России. Россия на сегодняшний день нужна Китаю. А друзья доллара США делают все, чтобы ничего... На то они и друзья. Посмотрите всякие ток-шоу. Они набрасываются на меня, как собаки. Куда вы нас тянете? Китай, он нас продаст. Я говорю, вас, может, и продаст. Поэтому восстановление праздника Победа в Японии... Необходимо. Как символ. Необходимо. Ура! Я представляю центральное отделение ДОСА в городе Москвы. Мы проводили социологический опрос по просьбе ветерана нашего, члена ЦК ТПСС, Долгих, который Союз ветеранов Москвы возглавляет. Он поинтересовался. Они, кстати, поддержали нашу инициативу по просьбе. А что думают школьники вообще про все, про это? Мы же, как ДОСА, должны работать с США с школьниками. И вот мы провели опрос и выяснилось, что 50% московских школьников считают, что во Второй мировой войне победили США. Это ужасно. Риберальная пропаганда... Еще 20% считают, что победила Россия, 10% что СССР, а 20% затруднились ответить на этот вопрос. И когда мы готовили отчет, мы взяли уже по каналам интернета информацию об опросе, который проводил что-то такое вот аналогичное ДОСАФу в Японии, среди японских школьников. Их спросили, а кто бомбил Хиросиму и Нагасаки? Они ответили, 50% СССР, 20% США, 10% Китай и 20% затруднились. Пришлите мне, пожалуйста, эти данные. Я их еще уже очень много лет... А тут у меня вопрос. Через 40 с небольшим лет... У вас, извините, есть эти данные? Ну, конечно, есть. Ссылка есть? Ну, конечно, у нас есть много другого. Много не надо. Мне надо вот это японский. Дело в том, что это я первый был в газете Труд, я об этом написал. В каком... В 82-м году. Значит, через 40 с небольшим лет поколение 15-летних займет высшие управленческие посты Японии и высшие управленческие посты России. Ответьте на вопрос. Представитель какой национальности скажет, мы, представители старшего поколения, решили проблему 56-го года? Ну, вот я вам скажу. Они не хотят 56-го года. Им надо все или ничего. Нужен 305-й год. А, 5-го года. Кстати, 5-й год тоже. Вот я вас прошу, не путайте, потому что из хороших побуждений наши люди иногда говорят и утверждают и пишут, что в 5-м году японцы получили Южный Сахалин и Курилы. С Курилами гораздо было сложнее. Курилы царь сам им отдал, причем вплоть до Камчатки, за то, чтобы они не претендовали на Сахалин. А что касается того, кто и что там через 40 лет будет говорить, мы провели в Регдуме опрос. Кстати, он вот на вашем сайте опубликован. Посмотрите. И было обращено внимание на то, что за возвращение, так называемую, за передачу островов в Японию 5%. И обратили внимание на то, что 5% это как раз тот совокупный процент так называемой либеральной оппозиции, которую они собирают на парламентских и президентских выборах. Отсюда был сделан вывод, что если, как вы правильно говорите, через 40, да даже может не через 40, они увеличат свое, так сказать, влияние на политику нашей страны, то, конечно, возможно, что меня больше всего, знаете, что бесит и волнует, то, что чисто прагматически, меркантильно, за деньги могут, грубо говоря, толкнуть эти острова. Что уже было и при Горбачеве, и при Ельцине. Горбачев оправдывается, но это неправда. Ему предложили 25-26 миллиардов за эти территории. Они сочли, что это мало. И выдвинули идею требовать 200. Вести торг и договориться на 100. И пусть Горбачев, он, когда я это написал в журнале Третьякова, в Италии, оскорбился, значит, вот там кошка меня обвиняет, это все неправда, я не хотел ничего отдавать, очень даже хотел. А разоблачил его, вот сейчас вот недавно умерший первый миллионер нашей страны, Тарасов, который был тогда депутатом Верховного Совета. И, ну, стопроцентно утверждать не могу, но по просьбе определенных наших спецслужб, он-то к этому делу никакого не имел. Вдруг, при совершенно иной повестке дня, вышел на трибуну и говорил, что завтра Горбачев подпишет, или там, значит, согласится с японцами за 200 миллиардов долларов отдать Курилы. После этого Горбачев пригрозил ему подать в суд, но не подал. Вот такая была история. Вы говорите, что будет через 40 лет. Это все уже было и будет еще. А когда я японцам говорю, знаете что, если вы вот будете совращать наших руководителей, я раздую и у нас в стране, и у вас в стране бучу по поводу того, что вы говорите, что это ваши исконные территории. А как можно исконные территории, Родину, за деньги покупать? Тем самым вы подорвете свою идеологическую основу. Ой, нет, не надо этого делать, не надо, не надо. А во времена Горбачева и Ельцина эти разговоры не просто шли, а уже конкретные были и договоренности, но вот Бог помог. Я даже сам не знаю, как в 1992 году нам удалось все это предотвратить и даже добиться того, чтобы Ельцин отменил визит за три дня. Генералу Ратникову. Генералу Ратникову, они могут писать все, что угодно. Мы проводили эти митинги, пикеты по всей Москве. Генерал Ратников, конечно, теперь все это сделал. Письмо мы тоже писали. Друзья мои. КГБ, Генштаб был категорически против сдачи. Вот кто это все это обеспечивал. Друзья мои, очень интересно сегодня. И что-то круто. Да вон там еще. Нет, у нас время сейчас. У нас время. Ну, я вод... Субтитры сделал DimaTorzok